И я напомню, что мы перешли к изучению транспортных или, как говорят, кинетических явлений в конденсированных средах. И изучали на прошлой лекции процессы рассеяния носителей заряда, ну для простоты электронов, на статических дефектах. Например, на примесных атомах или на вакансиях, на межузельных атомах, неважно. На каком-то потенциале, созданном примесями. На сегодняшней лекции мы продолжим изучение процессов рассеяния. И речь сегодня у нас пойдет про электрон-фанонное взаимодействие. Ну и в отличие от других дефектов, которые, кстати, тоже, это можно понять из простых термодинамических соображений, есть всегда, всегда есть какая-то вероятность, что какой-нибудь атом кристаллической решетки перескочит не на свое место. Значит, даже если нет лигирования, даже если никак мы специально кристалл не портили. Но таких дефектов может быть, по крайней мере, в принципе, очень мало. То есть, если мы говорим про электрон-фанонное взаимодействие, то оно, конечно, присутствует всюду. И понятно, почему. Потому что колебания решетки есть всегда. При конечной температуре у вас уже возбуждены какие-то фанонные моды. А даже если температура равна нулю, то электрон или дырка может потерять часть энергии, отдать ее кристаллической решетке и возбудить колебания. И, соответственно, родить фанон. Поэтому электрон-фанонное взаимодействие даже в самых хороших структурах, даже в идеальных структурах, именно оно часто лимитирует отклик носителей заряда на внешние поля. И это такой фундаментальный вклад. Вот даже если ничего нет, если у вас есть идеальный кристалл, то электрон-фанонное взаимодействие будет контролировать транспортные эффекты. Ну и поэтому про него, конечно, надо говорить. Теперь кажется, что как только мы начнем говорить про электрон-фанонное взаимодействие, мы столкнемся с дикой проблемой. Я сейчас попробую ее просто нарисовать. Вот представьте себе, что у меня есть электрон, он двигается в периодическом потенциале v от r. Ну и я этот одночастичный периодический потенциал как-то очень схематически нарисую. Значит, вот такую картинку я рисовал много раз, и есть она в любой книжке. Ну какой-то потенциал, который эффективно создают ионы решетки и другие электроны, действуя на данный электрон. Теперь смотрите, что такое фанон, но в самом простом случае это просто деформация решетки. Это означает, что атомы сдвинулись из положения равновесия, и теперь у нас есть не исходный потенциал, а потенциал, который создается сдвинутыми атомами. Ну, если за начало отсчета я выбрал эту точку, здесь, наверное, отличие будет какое-то очень небольшое, но потихоньку это отличие начнет набегать. Здесь оно будет побольше. Ну а вот здесь я так, конечно, нарисовал несколько преувеличенно, возникает драма. Там, где был условно минимум потенциала, станет максимум. И совершенно не важно, насколько у вас большая или маленькая деформация. Даже при предельно маленькой деформации, если вы сдвигаетесь на большое расстояние, то у вас, конечно, смещения станут гигантскими. И поэтому, если у вас есть вот какой-то точный теперь потенциал, с учетом деформации решетки, но я так нарисовал, как будто просто положение атомов сдвинулись, а дальше ничего другого не поменялось. Это одна из моделей, возможно, и другие. Значит, то вот эта разница между точным потенциалом и исходным потенциалом, она оказывается немаленькой. Она порядка самого атомного потенциала. Ну и кажется, что это проблема, и кажется, что ничего тогда уже с этим не поделать, и взаимодействие как-то с фанонами очень сложно описать. Значит, еще раз, вот самая простая вещь, я деформирую решетку, у меня атомы немножко сдвинулись из положения равновесия, и даже при очень маленькой деформации решетки, ну скажем, 0,001%, ну вот, значит, на 100 тысячах атомов у вас возникнет сдвижка порядка межатомного расстояния. И у вас потенциал точный, и потенциал, который был исходный, они разойдутся очень сильно. Ну и кажется, что поделать ничего нельзя, нужно хвататься за голову, делать какие-то безумные численные расчеты. Но на самом деле это не так. Скажите, как решить эту проблему? Ну это, пожалуйста, нет, конечно, вы правы, что в среднем отличия не будет. Конечно, у вас фанон обладает какой-то длиной волны, поэтому где-то, значит, эти атомы сблизятся, где-то эти атомы раздвинутся. В среднем, конечно, отличия будет 0, но я хочу сказать, что будут области, где это отличие гигантское. Вы, наверное, знаете немножко больше и намекаете на это, но сейчас, может быть, кто-нибудь догадается, кто еще ни разу не слышал про электрон-фанонное взаимодействие. Как бы эту картинку исправить? Что формально нужно сделать, если бы я захотел бы в каком-то методе начать рассчитывать соответствующее возмущение, так, чтобы оно было мало. Что нужно сделать? Нужно сделать просто преобразование координат, так, чтобы новые положения атомов совпали со старыми. Конечно, у вас вылезет какое-то возмущение из кинетической энергии, ну и у вас еще вылезет все то, что вот эти потенциалы, все-таки это они не получаются преобразованием геометрического подобия, а могут быть еще какие-то отличия. И вот после этого у вас уже получится задача, в которую как бы можно решать нормальными методами, в которых отличия между точным потенциалом и исходным потенциалом будет мало. Еще раз, вот если вы хотите начать рассчитывать эффекты деформации строго, тогда, пользуясь теорией возмущений, нужно иметь в голове вот следующий подход. Значит, вы приложили к кристаллу какую-то деформацию, деформировали кристалл, сжали или растянули, и после этого выполнили геометрическое преобразование координат так, чтобы положения атомов снова совпали. Значит, вот в данном случае нужно ось R растянуть так, чтобы пунктирная кривая приблизилась к сплошной. Ну и после этого уже полученный потенциал, он оказывается маленьким, и этим полученным потенциалом можно оперировать по теории возмущений. Мы, конечно, не ставим перед собой задачу точно рассчитывать, что будет происходить в кристалле. Мы будем включать электрон-фанонное взаимодействие в метод эффективной массы, и поэтому, конечно, мы вот про эту проблему должны помнить, но можно всегда сказать, что как только нам потребуются какие-то микроскопические параметры, а сейчас они потребуются, что эти микроскопические параметры рассчитаны таким образом. Теперь следующий момент. Ну вот у вас есть такой потенциал, как всё-таки с ним жить, какие механизмы взаимодействия электронов с фанонами могут быть. И первый механизм, про который пойдёт речь, и фактически он уже был упомянут здесь, это механизм или модель деформационного потенциала. Ну мы опять же знаем, что если по кристаллу бежит фанон, если кристалл деформирован, атомы смещаются по отношению к положениям равновесия, есть вектор U смещения, U от R в приближении сплошной среды. Если речь идёт про описание кристалла и описание колебаний решётки на языке движения атомов, то, конечно, это будут смещения там соответствующего итого или житого или аштого атома в кристалле. Я сейчас буду рассматривать, и всю эту лекцию я буду рассматривать, только взаимодействуя с длинноволновыми колебаниями. Так что волновой вектор фанона много меньше, чем период решётки. И я всюду буду пользоваться приближением сплошной среды, просто чтобы не заморачиваться с разными техническими сложными. Конечно, можно иметь в виду, что это есть просто сдвиг центра масс элементарной ячейки, так как, например, у нас описывались акустические фаноны в кристаллах приближения сплошной среды. Значит, есть деформация, есть вектор деформации или вектор смещения. Ясно, что электрон, вклад в какую-то энергию электрона пропорциональным просто этому вектору быть не может. А почему это ясно? Вот, казалось бы, я взял атом и сместил, и энергия электрона должна поменяться в меру этого смещения. Почему такого быть не может? Так, сейчас вот, значит, мне оттуда из наушника говорят, что может быть из-за там чётности или из-за какой-то пространственной инверсии. Ну а возьмём нецентросимметричный кристалл, казалось бы, там этого требования нет. Есть более фундаментальные, но вот мне из наушника говорят про трансляционную инвариантность. Действительно, если я просто возьму весь кристалл и его сдвину на какой-то вектор, то у меня энергия электрона поменяться не может. Поэтому вклад в энергию электрона может быть пропорционным только производным этого самого вектора смещений, то есть компонентом тензора деформации. Значит, есть тензор деформации у альфа-бета и симметризованные произведения ДУ альфа по ДХ бета плюс ДУ бета по ДХ альфа, где альфа и бета, значит, это декартовые компоненты. Значит, я просто напоминаю, это всё было на прошлом семестре, единственное, что я уже не помню, в этот момент сели на карантин или нет. Значит, это тензор, видимо, сели уже на карантин. Тензор деформации. И вклад в энергию электрона может быть пропорционален таким производным, ну или каким-то более высоким производным. Потому что, ещё раз, смещение кристалла как целого, в силу трансляционной инвариантности, конечно, не может привести никакому изменению энергии электрона. Поэтому вклад в энергию электрона только такой. Значит, вот он будет пропорционален компонентом тензора деформации. Ну а дальше это уже вопрос того, какая у вас конкретно система, как написать связь между у альфа-бета и энергией электрона. Для примера я рассмотрю кубический кристалл, и я рассмотрю простую зону, которая имеет минимум в гамма-точке в центре зоны брюллена. И дисперсия этой зоны — это h в квадрате, k в квадрате на 2m, где m — это эффективная масса. Значит, зона простая, никакого вырождения зоны нету. Но если мы забыли про спинно-спино-орбитальное взаимодействие, например, вот так вот в Арсене-Дегале зона проводимости неплохо описывается таким законом. Гамильтониан является инвариантом, поэтому я могу, просто пользуясь соображениями симметрии, сразу написать, как должна связана быть поправка к энергии электрона с компонентами тензора u. Значит, гамильтониан или энергия в данном случае — это инвариант. h в квадрате k в квадрате на 2m — он инвариант при всех точечных преобразованиях группы симметрии. Поэтому при наличии деформации я могу написать так. h в квадрате k в квадрате на 2m. Ну а из компонент тензора u α β это единственным инвариантом является след этого тензора. То есть uxx плюс uyy плюс uzz. Ну и поэтому я просто могу написать, что, конечно, поправка к энергии — это есть некоторая константа, ее часто обозначают заглавной буквой ξ. индекс c подчеркивает, что речь идет про зону проводимость, умножить на след тензора деформации. Вот эта вот поправка, она отвечает за изменение энергии электрона при деформации кристалла. Ну а деформация кристалла — это и есть колебание решетки, это и есть фаноны. По определению, вот этот параметр ξ — это параметр или константа деформационного потенциала. Ну, иногда говорят так, что ξ — это просто деформационный потенциал. Деформация кристалла в кубическом кристалле для простой зоны приводит к тому, что в энергии электрона появляется поправка пропорциональная деформации. Ну, в данном случае вот она пропорциональна просто следу тензора деформации. Пропорциональна, если угодно, изменению объема элементарной ячейки. Ну, это понятно из соображений симметрии, но также, значит, вот это можно получить и из некоторых микроскопических соображений вот по аналогии с тем, что я написал. Например, сказать, что потенциал действительно получается точным просто преобразованием геометрическим. Ну, и тогда написать соответствующее изменение в энергию электрона очень просто, оно просто выразится через изменение кинетическое. Значит, еще раз, наличие деформации приводит к тому, что у вас возникает потенциальная энергия электрона, которая есть константа, параметр деформационного потенциала, ну, умножить на след тензора деформации, который, конечно, может сам по себе уже зависеть от координаты, ну, просто в меру того, что решетка колеблется. Теперь давайте вычислим эту величину, давайте найдем след тензора деформации, если в системе есть фаноны. Значит, что нам нужно сделать? Мы же хотим получить гамильтониан взаимодействие, то есть мы хотим получить выражение, которое содержит операторы рождения и уничтожения фанонов, которое будет позволять нам рассчитать уже скорости переходов. Смещение я могу связать с операторами рождения и уничтожения фанонов по следующей известной квантово-механической формуле. И это поляризация, Q это волновой вектор или квазиимпульс фанона. Дальше я, прошу прощения, я буду подглядывать, потому что не хотелось бы здесь ошибиться в какой-нибудь двойке. Нормировочный множитель, H, 2, плотность кристалла, частота фанона, нормировочный объем. Дальше идет вектор поляризации в данной моде, куда смещается центр масс элементарной ячейки, или в теории сплошной среды, куда смещается элемент объема среды. Ну и дальше пошло-поехало. Оператор уничтожения фанона на E в степени и Q, R минус и омега, и T от Q, T, и эрмитовский сопряженный вклад, связанный с рождением фанона. Значит, B-крест, родился электрон в моде с поляризацией и с волновым вектором Q, ну и экспонента должна быть естественно сопряженной. Ну вот это выражение для смещения, вектор смещения, оно у нас было получено в прошлом семестре, и оно же у многих из вас было получено, конечно, на лекциях по квантовой механике. Это стандартное выражение, и мы будем пользоваться сегодня несколько раз. Ну дальше что мне нужно? Мне нужно вычислить симметризованную вот такую конструкцию. U α α. Это будет DU α по DX α. Зависимость от координаты приходит только вот из этих экспонентов. Так и должно быть от плоских волн, которые описывают движения фанона. Когда я буду дифференцировать по R, для того, чтобы у меня образовался нём, у меня будет появляться произведение E и T скалярно на Q. Это означает следующее, что вклад в след тензора деформации, если угодно, вклад в изменение объёма элементарной ячейки, значит, будут вносить только те фаноны, у которых произведение вектора поляризации на волновой вектор не равно нулю. Ну просто иначе это скалярное произведение обнулится, и, соответственно, вклада никакой в след тензора деформации не будет. А это не равно нулю только для продольного акустического фанона. Ну, с некоторыми оговорками, которые мы, в принципе, знаем, что на самом деле в реальных кристаллах, в кубических, для произвольных, даже в кубических кристаллах, для произвольных направлений распространения фаноны не разбиваются на строго продольные и строго поперечные. Но вот со всеми этими оговорками я не хочу здесь заморачиваться. Я считаю, что такая модель изотропной среды выполнена. Значит, поэтому сумма ПАИ пропадает, остается только вклад от продольных акустических мод. Ну, и остался сумма ПАКУ. Префактор никуда не делся. Значит, 2РО. Здесь я сразу напишу, что это частота продольного акустического фанона, нормировочный объем. Тогда Е скалярно на КУ просто мне дало модуль вектора КУ. Еще И вылезло из дифференцирования. И КУ, Б. Ну, пошла эта экспонента. Ну, и от второго пойдет то же самое, но со знаком минус. Общее выражение должно быть вещественным. Значит, здесь будет стоять минус Б крест. Е в степени минус ИКУР плюс И омега ЛА в Т. Ну, и с учетом И все вещественное. Поэтому вклад в деформационный потенциал во взаимодействие электронов с фанонами по механизму деформационного потенциала вносят только продольные акустический фанон. И окончательно я могу написать, что соответствующая потенциальная энергия, соответствующие изменения энергии электрона вот в механизме деформационного потенциала, это есть константа деформационного потенциала, умножить на вот эту вот конструкцию, на сумму ФОКУ. Ну, и я ее еще раз повторю. Конечно, в этом приближении я могу дисперсию фанона заменить на линейную, на скорость продольного звука умножить на КУ. Это одно и то же. И КУ, и дальше конструкция. Я уже, извините, тут индексы продольные акустические буду опускать. Ну, а вы можете и записать. Значит, все здесь относится, конечно, попереть к продольной акустической моде. Вот такое выражение. Пожалуйста, у вас записана потенциальная энергия в приближении, извините, в представлении вторичного квантования через операторы уничтожения и рождения фанонов. Ну, и дальше расчет уже матричных элементов не вызывает никакой сложности. Вы берете состояние кристалла, в котором есть сколько-то фанонов. Вы берете состояние кристалла, в котором на один фанон больше или на один фанон меньше. Ну, и вот эти матричные элементы немедленно вычисляете. Теперь что видно? Видно следующее. Еще раз, дисперсия фанона это есть s на q, то есть здесь стоит q под корнем знаменателя, а здесь стоит q в числителе. Поэтому это выражение, оно пропорционально волновому вектору фанона в степени 1,2. Это означает, что чем более длинноволновый фанон, тем это взаимодействие менее существенно. Ну, и, конечно, это понятно, если я возьму предел фанона, обладающего бесконечной длиной волны, то есть просто сдвиг кристалла как целого ничего произойти не должно. Поэтому вот взаимодействие такое. Ну, степень 1,2, вот она хитрая, значит, вот корень вылезает из нормировки, и еще q вылезла из-за того, что мы брали как бы дивергенцию смещения, мы брали след тензора тензора деформации. Значит, константа деформационного потенциала это просто какая-то константа, имеющая атомную энергию. Тензор деформации безразмерный, ну, это там доли процента, проценты как угодно, и эту величину можно грубо оценить как квадрат заряда электрона на постоянной решетке. Ну, и, значит, в зависимости от системы это единицы десятки электрон-вольт. Ну, а уже на что она умножается, на то она умножается. Ну, и вот, опять же, как, значит, было замечено, что теория деформационного потенциала была разработана Бардином и Шокли, ну, и вскоре после этого была обобщена уже в фистехе Биром и Пикусом для спектра не параболический, а, например, как в валентной зоне полупроводников типа Арсения де Галлия, когда несколько веток вырождаются, ну, и тогда, значит, соответственно, можно написать аналогичные выражения, пользуясь теорией симметрии, можно дать оценки соответствующих констант, ну, и вот, есть такой гамильтаниан Бира и Пикуса, я его приводить, конечно, не буду, это аналог гамильтаниана Латтенжера, про который мы, может быть, чуть-чуть говорили на прошлом семестре, только при наличии деформации кристаллической решетки. Вот этот механизм, механизм деформационного потенциала, прошу прощения, он, конечно, есть везде, он есть в любых кристаллах. Если вы можете кристалл деформировать, то будет изменение энергии, связанная с этой деформацией. Ну, вот, в самом простом случае все так просто, и ответ пропорционален следу тензора деформации. Есть ситуации, конечно, более сложные, например, если кристалл анезотропный, ну, тогда у вас инвариантными оказываются уже другие компоненты, другие комбинации компонент тензора деформации, ну, и появляются разные там дополнительные константы деформационного потенциала. Вот этот механизм есть везде, значит, всюду, где хотите, есть взаимодействие электронов с колебаниями решетки, вот по механизму деформационного потенциала. Возникла деформация, поменялась энергия электрона, ну, и все, и, значит, электрон, можно сказать, что рассеивается на фаноне. Электрон может либо испустить фанон, либо поглотить фанон. Ну, соответственно, передав решетке или забрав от решетки нужный импульс и нужную энергию. И мы сейчас будем изучать другие механизмы взаимодействия электронов с фанонами, которые бывают не во всех средах, но которые, если есть, оказываются, как правило, очень существенными. Вот еще раз подчеркну, что вычисление этой константы требует микроскопических расчетов, требует, например, расчета потенциала, который чувствует электрон в деформированном кристалле или в недеформированном. Но это вот умеют делать, например, метод функционала плотности в методе ДФТ. Просто вы можете сделать расчеты зонной структуры для равновесных положений атомов и при положениях атомов, смещенных относительно положения равновесия. То есть, когда к кристаллу как бы приложено какое-то напряжение, когда в кристалле есть деформация. Ну и, соответственно, просто взяв разность этих энергий, вы можете определить деформационный потенциал. Так сейчас и делают. Продолжаем. Второй пункт. Пьезоэлектрическое взаимодействие. Значит, есть кристаллы без центра инверсии, есть среди кристаллов без центра инверсии, есть пьезоэлектрики. То есть, такие среды, при деформации которых возникает диэлектрическая поляризация. Конечно, не все кристаллы, которые не центросимметричны, являются пьезоэлектриками, но многие являются. Вот пример кристалла арсенида галлия. Вы его деформируете, и у вас возникает диэлектрическая поляризация. Есть и другие примеры. Может быть, с некоторыми вы сталкивались в быту. Например, раньше были очень популярны пьезозажигалки для того, чтобы дома поджигать газ, у кого газовая плита. Вы нажимаете на кнопочку с некоторым усилием, там небольшой кристалл сдавливается, возникает за счет пьезоэлектрического эффекта, возникает поляризация, она приводит к появлению разности потенциалов, то есть электрического поля, пробивается маленький промежутчик между двумя электродами, возникает искра, которой достаточно, чтобы поджечь газ. В моем детстве таких зажигалок и зажигалки были очень популярны, с ними ничего не надо было делать, не надо было их никак не заряжать, ничего. Нажали на кнопочку, получили искру. Может быть, я не знаю, сейчас это есть у курильщиков, я просто не очень в курсе. И кажется следующее, что если как только возникают какие-то электрические взаимодействия, то эти электрические взаимодействия, они очень существенны. Если вы можете деформировать среду и получить поляризацию, ну все, это электрическое поле, а электрон очень хорошо взаимодействует с электрическим полем. Поэтому в тех средах, и мы сейчас это увидим, где пьезоэлектрическое взаимодействие есть, взаимодействие электронов с фанонами, оно, как правило, оказывается более эффективным. Ну теперь перейдем уже от лирики к физике. Я напомню, что пьезоэффект заключается в том, что возникают компоненты поляризации среды, то есть дипольного момента единицы объема, пропорциональные деформации среды. Но опять же пропорциональных общему сдвигу быть не может, потому что если кристалл как бы какой был, если я его сдвинул хоть на километр, ничего с ним не поменялось. Поэтому, и вот теперь я хочу опять же подглядывать, потому что букв будет много, похожих и легко запутаться. Е альфа бета гамма, У бета гамма. Ну как всегда, я уж не говорю про это суммирование, подразумевается по повторяющимся индексам. Значит, У это компоненты тензора деформации. Ну а вот тензор третьего ранга Е альфа бета гамма, он называется тензор пьезоэлектрических коэффициентов. Ну или иногда говорят тензор пьезомодулей. Деформация вызывает поляризацию среды. И, конечно, видно, что такое соотношение возможно только в нецентросимметричных средах, ну просто потому что иначе при пространственной инверсии компоненты П поменяют знак, а компоненты тензора второго ранга знак не поменяют. Поэтому, значит, вот такое соотношение возможно лишь в нецентросимметричных средах. Не во всех, но во многих. Ну, в классических полупроводниках типа Кремнии и Германии они центросимметричны, и в них этого эффекта нету. В полупроводниках, в полупроводнике Арсенит-Галле, он хороший пьезоэлектрик, там этот эффект есть, и, как мы сейчас увидим, там главным или во многом существенным взаимодействием с фанонами, значит, дезиноболновыми, именно связано с пьезоэффектом. Ну вот, например, в группе симметрии ТД, я просто напомню, вот это, значит, связь осуществляется только одним коэффициентом, компонента вектора преобразуется как, значит, произведение двух других координат, то есть Px, это есть константа, ее называют E14 или иногда H14, соответствующий пьезо-модуль, на UYZ, PY, E14 на UXZ, PZ, E14UXY. Значит, тензор U симметричен по отношению к перестановкам индексов, ну, поэтому неважно здесь писать YZ или ZY, это одно и то же. Значит, в группе симметрии ТД, вот пример, значит, Арсенида-Галле, такая связь осуществляется одним пьезо-модулем. Значит, грубая оценка, опять же, по порядку величины, мне нужно получить поляризацию, дипольный момент единицы объема, ну, и поэтому ясно, что вот эти компоненты тензора E, они пропорциональны E квадрат, ну, видимо, на квадрат постоянной решетки. Пропорциональный порядка. Eαβγ. Ну, а какие из них не равны нулю, это диктует симметрия. И опять же, в зависимости, конечно, от среды, в зависимости от системы, значит, ну, численные коэффициенты, которые здесь могут быть, они могут быть очень существенными. Значит, у нас есть связь между поляризацией и компонентами тензора деформации, значит, Pα, εαβγ, Uβγ. Компоненты тензора деформации мы умеем выражать через компоненты вектора смещения. 1, 2, D, U, в данном случае β по dx γ плюс D, U, γ по dx β. А вектор смещения мы умеем выражать через операторы рождения и уничтожения фононов, поэтому поляризацию мы можем выразить через операторы рождения и уничтожения фононов. Но электрон сам взаимодействует, конечно, с электрическими полями, то есть нам удобно снова вычислить, как и в теории деформационного потенциала, не какую-то такую промежуточную величину, а изменение энергии электрона. Ну и вот сейчас мы эту задачу решим, и опять же, значит, мы воспользуемся некоторым стандартным для теоретической физики приемом, и он будет использоваться на этой лекции, и, видимо, не один раз на этой лекции. Если я знаю поляризацию, как мне найти потенциальную энергию электрона? Да, нужно связать поляризацию, вот подсказывают оттуда, мне из уха, что поляризацию нужно связать с электрическим полем. Очень хорошо, давайте это сделаем, давайте просто решим уравнение Максвелла. Значит, у меня задана поляризация, и мне нужно найти электрическое поле. Ну так я это сделаю очень легко, я буду решать уравнение Максвелла в квазистатическом приближении. Считаю, что скорость звука, и так оно и есть, конечно, много меньше, чем скорость света. Поэтому с точки зрения как бы электродинамики, я могу просто рассматривать такую статику, не электродинамику, а фактически электростатику. И у нас, похоже, с вами было, и мы к этому вернемся, когда мы изучали в прошлом семестре оптические колебания, оптические фаноны в приближении упругой среды. Там тоже, если вы помните, при относительном смещении двух подрешеток возникала поляризация, возникали электрические поля, возникало такое дальнодействие, и мы это учитывали тоже, решая уравнение Максвелла в квазистатическом приближении. Мы к этому вернемся для оптических фанонов чуть-чуть позже. А сейчас, значит, что происходит с акустическими фанонами и с пьезоэлектрическим взаимодействием. Значит, я буду решать такое уравнение. Дивергенция D индукции электрического поля равна нулю. Дивергенция D, это есть тензор эпсилон, диэлектрических проницаемостей. D, это есть эпсилон E. Это тот вклад, который не связан с акустическими фанонами. На самом деле мы знаем, что основной вклад сюда вносят как бы оптические колебания, по крайней мере на низких частотах, но плюс 4πp. И вот эта штука должна быть равна нулю. Значит, это тензор диэлектрических проницаемостей плюс поляризация, все как должно быть. На самом деле дальше нужно было бы выписывать уравнение еще на магнитное поле, значит, уравнение с производными по времени. Вот все это я делать не буду, потому что квазистатиков фаноны распространяются жутко медленно. С точки зрения электродинамики, значит, все стоит на месте. Вопрос такой, почему эпсилон не включает в себя p? Вы правы в том, в каком смысле? Он включает в себя поляризацию, которая не связана с акустическими колебаниями среды. Вы говорите так, вы приложили к среде постоянное внешнеэлектрическое поле, и у вас как-то сместились электроны и ионы. И за счет этого возникла поляризация среды, если угодно, какая-то p0, и d это есть e плюс 4p на вот эту самую p0. Если теперь в дополнении к вот той поляризации, которая есть, у вас в системе еще возбудились фаноны, которые вот вносят вклад в поляризацию через деформацию, то этот вклад нужно просто учесть отдельно. Вот это я написал. Я немножко к этому вопросу вернусь позже, когда речь пойдет про оптические фаноны. Я просто напомню, значит, это у нас было в прошлом семестре, но я немножко еще раз про это все напомню. Значит, удобно действовать так. Вот здесь есть все, кроме акустических фанонов, все остальные механизмы, которые поляризуют среду, в частности оптические фаноны, в частности электронные переходы. А это только связано с акустическими фанонами, только связано с деформацией. Вот p, которая пропорциональна тензору u. Ну и все. Дальше я пишу, что, конечно, поле — это минус градиент потенциала. Ну и говорю следующее, что, значит, эта штука равна нулю, значит, так, минус эпсилон альфа бета, ловите меня, если я сейчас ошибусь, минус, потому что вот этот минус, d2фи по dx альфа dx бета, это я вычислил дивергенцию от первого члена, ну и здесь я пишу 4π на дивергенцию от p, а p — это есть вот этот наш тензор пьезомодулей, извините, e альфа бета гамма, d u бета гамма по dx альфа, и вот это равно нулю. Значит, тензор деформации, он зависит, может зависеть от координат в меру волнового вектора фанона, поэтому вот так вот. И я вот это выражение, я могу его переписать, ε альфа бета гамма d u бета гамма по dx альфа, просто пользуясь тем, что тензор деформации симметричный, ну а значит и тензор пьезомодулей симметричен по двум последним индексам, поэтому я пишу, что это есть ψ альфа бета гамма d2, и дальше пишу вектор деформации или вектор смещения, d2 u бета по dx альфа d и гамма. Ну все, задача у нас фактически решена, у нас получено уравнение на потенциал φ, который связан с вектором смещения, ну а вектор смещения уж мы через операторы рождения и уничтожения фанонов выражаем. Ну вот это нужно уравнение решить. Я сейчас предъявлю ответ для пьезо-взаимодействия. u пьезо. Это, конечно, есть заряд электрона на потенциал. Потенциал как мы находим? Вот u представляем в виде конструкции, которая содержит оператор уничтожения фанона и оператор рождения фанона. Значит, вклад пропорционально оператору уничтожения фанона, он содержит e в степени плюс и qr, ну и ищем соответствующий вклад в потенциал, тогда это алгебраическое уравнение, которое связывает мне φ и вот те константы, которые стоят здесь, и оператор уничтожения. Ну и аналогичный вклад для, который связан с b-крестом, который будет профессионально на другой степени. Сумма по волновым векторам фанонов и по поляризациям. Тут вариантов нету никаких. Тут, вообще говоря, работают все фанонные моды. И продольные, и поперечные. Дальше что есть? Есть префактор, который всегда есть, нормировочный коэффициент. Омега от q, нормировочный объем. Это просто нормированное смещение. Ну а дальше вот будет некоторый коэффициент, который будет зависеть от направления волнового вектора, вот эти 4π пьезомодули. Я пока его обозначу с буквой β. β и t, и зависит от q, пожалуйста. Просто оператор уничтожения, e в степени и qr минус и омега и t. И, соответственно, сопряженный вклад, плюс β сопряженная, оператор уже теперь рождения фанона, и e в степени минус и qr плюс и омега и t от q на t. Ну а вот параметры β, значит, они зависят как бы от волнового вектора фанона и от моды. Есть 4π на вот этот тензор. Теперь, здесь стоит вторая производная по координатам, поэтому будет две компоненты q, qα, qγ. И от смещения выйдет вектор поляризации. А в знаменателе будут две компоненты q, которые здесь, соответствующим тензорам ε. Ну и суммирование в числителе и в знаменателе, конечно, подразумевается, значит, должным образом там по повторяющимся qα, qβ, по повторяющимся индексам. Видно, что эта величина для длинноволновых фанонов, это функция направления q. Это есть функция q поделить на модуль. Ну вот это просто я в уме решил соответствующее уравнение, вы можете проверить, ошибся я или не ошибся, нет проблемы. Вот такое изменение энергии электрона, выраженное через операторы уничтожения и рождения фанонов, в пьезоэлектрическом механизме взаимодействия. В пьезоэлектриках, когда деформация среды приводит к возникновению электрических полей. Теперь, опять же, для длинных волн, ω и θ, это есть скорость соответствующей моды звуковой на q, а эта конструкция β зависит только от направления q. Поэтому при малых q для пьезо-взаимодействия это взаимодействие пропорционально q в степени минус 1 вторая. Вот зависимость от волнового вектора, от его модуля, придет только вот отсюда, от знаменателя, только от частоты. Для деформационного потенциала я напомню, что здесь тоже стоял q в степени 1 вторая в знаменателе, но был еще q в числителе, который пришел от деформации. Здесь эти лишние q сократились, вот когда мы решали уравнение Максвелла. Поэтому при больших длинных волн, то есть при малых q, при малых волновых векторах, для фанонов в центре зоны Брюллен, взаимодействие пьезоэлектрическое выигрывает. Оно сингулярно, оно содержит единица на корень из q. Пьезо-взаимодействие оказывается более эффективно, чем взаимодействие в механизме деформационного потенциала. Ну вот, даже на уровне такой аналитической оценки, без всяких чисел, ясно, что если у вас кристалл является пьезоэлектриком, и вы хотите рассчитывать или оценивать какие-то времена и скорости рассеяния электронов на фанонах, то учитывайте пьезо-взаимодействие, оно будет при малых q главное. Ну, конечно, в какой-то момент так вот видно, что это вырастет, а это наоборот упадет, и они где-то там сравняются. Но это на самом деле дает некоторый диапазон температур, когда такое может произойти, но есть другие тонкости, которые обычно не дают этому сделать. Конечно, для точных расчетов нужно учитывать и то, и другое вместе. Есть ситуации, есть просто кристаллы, в которых пьезоэффекта нету, и нужно учитывать тогда только деформационное взаимодействие. Но иногда, значит, оказывается, что деформационный потенциал может давать сравнимый или даже больший вклад, чем пьезо-взаимодействие, ну, в каких-то специальных системах. Ну, вот эти два механизма, которые мы сейчас обсудили, механизм деформационного потенциала и механизм пьезоэлектрического взаимодействия, эти механизмы, они активны, как мы видим, для взаимодействия с акустическими фононами. Я обсуждал только эффекты, связанные, ну, как бы с деформацией. У нас и пьезо-взаимодействие было пропорционально деформации решетки, ну, и деформационный потенциал просто по своему названию, по определению был пропорциональной деформацией решетки. Последнее по механизмам взаимодействия, что у нас будет сегодня, это будет взаимодействие с оптическими фононами. Вот обратите внимание еще раз, как мы рассчитывали взаимодействие с длиннодействующим полем. Мы учли поляризацию, которая возникает при деформации среды, ну а дальше решили уравнение Максвелла в квазистатическом приближении. Я напомню, что мы с вами говорили, что обычно в теории упругости речь идет про близкодействие или про короткодействие. Обычно, если у вас есть какая-то среда, кристалл, вы выделяете в нем объем, то силы, которые действуют на атомы в этом объеме, они определяются только поверхностью. Ну просто потому, что дальнодействующих сил нет. Вот исключением являются такие пьезополя, которые могут наводиться акустическими фононами, и соответствующие электрические поля, которые могут наводиться оптическими фононами. Для оптических фононов это все вообще очень существенно. Для акустических фононов вы могли бы все задать вопрос, что они произойдет ли какая-то перенормировка скорости звука. Вот от того, что у меня акустический фонон распространяется, он приводит к пьезоэффекту, и за счет этого что-то происходит. Как-то, значит, есть электрическое поле, которое порождается этим фононом, и само взаимодействует с этим фононом. Но для взаимодействия с электронами электрические поля, которые наводятся фононами, они принципиальны. И вот если они есть, то тогда это взаимодействие самое сильное. Ну, в пределе, аккуратно я скажу, в пределе больших длинголов. И теперь мы поговорим про взаимодействие электронов с оптическими фононами. И тут я не буду описывать все возможные механизмы. Значит, я расскажу только про тот эффект, который, ну как бы является, если он есть, он является самым сильным. Это фрёлиховский механизм взаимодействия электронов с оптическими фононами. Мы рассматривали кристалл, ну, например, там тот же самый арсенит галлия или натрий хлор, в котором в элементарной ячейке больше, чем один атом. Ну, например, два атома. И тогда есть оптические моды колебаний, значит, у которых частота не обращается в ноль на нулевом волновом векторе. Вот в отличие от акустических мод, есть оптические моды. Вот, на этой картинке они вот. Меня будут интересовать вот здесь, в центре зоны брюлена. Которые связаны с тем, что атомы в элементарной ячейке колеблются в противофазе, таким образом, что центр элементарной ячейки не сдвигается, но зато, значит, есть относительное движение атомов, или, как говорят, относительное смещение под решёток. Вот это смещение под решёток мы обозначали вектором W или W, как вы хотите, значит, чтобы отличать от вектора U, который описывает смещение центра элементарной ячейки как целого. И мы с вами говорили, что во многих кристаллах, не во всех, но во многих, такое смещение под решёток приводит к поляризации среды. Ну вот самый простой пример он у нас был, я возьму кристалл такой ионный, положительный ионный, отрицательный ионный, натрий, хлор. Я сдвинул одну под решётку по отношению к другой, у меня просто какие-то ионы сблизились, ну, какие-то удалились противоположных зарядов. Ну, поэтому дипольный момент как бы изменился, или можно сказать, что навёлся дипольный момент. Если в среднем его не было, то теперь я сдвинул плюсы и минусы относительно положения и равновесия, появился дипольный момент. Поэтому вот во многих кристаллах возникает поляризация, которая пропорциональна смещению под решёток. Значит, эту поляризацию как пропорциональному смещению под решёток мы записывали следующим образом. V0 — это объём элементарной ячейки, просто для нормировки. Поляризация — это, я напомню, дипольный момент единицы объёма. Некоторый эффективный заряд и на вектор смещения под решёток. Вот в самой такой детской наивной модели вот так оно и есть. У меня есть плюсики и минусики. Какие-то плюс, там, е со звездой, минус е со звездой, вот они вот двигаются. Или плюс е со звездой пополам, минус е со звездой пополам, вот они двигаются. И вот получается такой вклад. И этот самый эффективный заряд, конечно, величина ненаблюдаемая. Мы в конечных выкладках его перепишем через что-то, что легче измерять в эксперименте. Значит, у меня есть смещение под решёток, относительное смещение под решёток, друг относительно друга. И возникает поляризация, которая пропорциональна этому относительному смещению. Как теперь мне написать изменение потенциальной энергии электрона? Да, нужно сделать всё то же самое, нужно решить снова уравнение. И снова я хочу сказать, что за исключением очень маленькой области совсем малых волновых векторов фанонов, которая нас не интересует, очень хорошо работает квазистатическое приближение. И снова я могу решать уравнение Максвелла. Дивергенция D равна нулю. И дивергенцию D я напишу как, и вот здесь внимательно, я пишу так. Кубический кристалл для простоты. Я не хочу заморачиваться сейчас о низотропии всякими этими индексами. И так всё будет относительно громоздко. Здесь я пишу эпсилон бесконечность. Эпсилон на высокой частоте, которая включает в себя вклад электронных степеней свободы электронных, как бы виртуальных переходов, но не колебаний под решёток, но не оптических фанонов. Вот это к вопросу о том, как я сейчас разделю поляризацию. Вот это всё, что не связано с оптическим фаноном. А вклад оптического фанона я напишу отдельно, плюс 4 пипе. Вот так я имею право сделать. Вот в эту эпсилон бесконечность включены все остальные моды. Если нужно, если, например, в кристалле есть несколько фанонных, оптических фанонных мод, больше двух атомов в элементарной ячейке, ну, соответственно, я включу туда вот это всё. И все переходы электронные, между зонами и какие угодно. Значит, эпсилон бесконечность Е плюс 4 пипе. Ну и, значит, соответственно, дивергенция вот этого всего, эпсилон бесконечность Е плюс 4 пипе, она должна быть равна нулю. Е — это минус градиент фи. Ну и связываю фи с поляризацией пе, а поляризацию связываю со смещением. И, наконец, я должен проквантовать относительное смещение атомов под решётки. Но это я сделаю очень просто. Я напишу ровно ту же формулу, которая у нас была просто для смещения, потому что какая разница, это и то, и другое, это гармонический осциллятор. Единственное, что нужно писать — правильную плотность. Сумма по И и по Ку. И теперь нумеруют оптические фаноны. H2 — здесь стоит приведённая плотность. Ну вот у вас два атома в элементарной ячейке, значит. Омега и Т от Ку. Ну на самом деле здесь дисперсии я могу уже пренебречь. Нормировочный объём. Ну и как водится, B и Т Ку. Оператор уничтожения Е в степени и Куэр минус и омега и Т Т плюс сопряжённый вклад. И дальше всё то же самое, что я делал для пьезомеханизма, для акустических фанонов. Единственная разница заключается в том, что здесь уже P — прямо пропорционально смещению под решёток. Здесь нет никакого запрета, связанного с трансляционной инврянностью. Поэтому здесь не будет появляться ещё одна производная. Но дальше следующее понятно. Для того, чтобы дивергенция, значит, у меня всё было хорошо, чтобы был какой-то вклад в электрическое поле, у меня сработает только И, и это вы можете проверить, продольный оптический фанон. И вклад в потенциал я могу записать следующим образом. Ну вот это всё сейчас легко получается из уравнения Максвелла. Значит, 4П — это вот это вот 4П. Дальше, когда я P буду связывать с... будет E со звездой, будет объём элементарной ячейки в знаменателе. Дальше здесь у меня будет стать эпсилон бесконечно, значит, она тоже идёт в знаменателе. H2РО стильдой омега ЛО, нормировочный объём. Ну а теперь смотрите, что будет. Когда я здесь буду брать дивергенцию, значит, у меня будут входить вторые производные потенциалы. У меня будет как бы оператор Рапласа. А этот потенциал у меня, значит, он будет содержать Q квадрат. А когда я буду дифференцировать P, у меня будет Q только один раз. Значит, поэтому здесь будет первая степень Q, здесь будет вторая степень Q, и в результате останется только одна степень Q, сумма по Q. Итап в знаменателе. И поделить на модуль Q. Оператор уничтожения фанона. E в степени И, Q, R, минус И, омега, Л, О, Т. Ну и второй вклад эрмитовский сопряжённый, мы уже понимаем, что будет минус, потому что и B крест ЛО, рождение фанона. E в степени минус И, Q, R, плюс И, омега, Л, О, Т. Значит, почему можно пренебречь в дисперсии фанонов? Ну, а оптических фанонов, и мы это знаем из прошлого семестра, и из общих соображений, что при малых Q у них просто дисперсия постоянная. Это и есть константа. Поскольку нас интересует взаимодействие только при самых маленьких Q, ну, как бы при, в пределе длинных волн, то мне нужно брать ту зависимость от Q, которая будет самая сильная. Самая сильная зависимость от Q вот придёт, ещё раз я повторяю, из баланса того, что вы получите, когда будете решать вот это уравнение Максвелла. Когда у вас эпсилон бесконечность, но я за знаком не слежу, на Q квадрат на φ плюс 4π и Q, ну и тут, значит, всякие вот B. Вот эта зависимость от Q, которая пришла в знаменатель, вот она самая сильная. Ну, а то, что здесь эта дисперсия есть константа плюс какая-то квадратичная покупоправка, это нас уже не интересует. Значит, вот такая формула. Ну, я могу её преобразовать ещё к человечьему виду. Я не буду это сейчас останавливаться подробно на выкладках, это всё есть в конспекте. Ну, вот поэтому, на самом деле, всю нужную нам комбинацию, вот это Е со звездой, и вот на самом деле это ρ, мы можем его всё выразить через продольно-поперечное расщепление фанонов. Поэтому окончательно для пьезооптического взаимодействия или для взаимодействия Фрёлиха мы имеем это φ, значит, для того, чтобы написать потенциальную энергию электрона, появится ещё заряд электрона. Вот он будет здесь. Минус, вот он здесь есть. Дальше 2πHωLO в степени 1,2, сумма по Q, и делить на Q, BLOQE в степени IQR минус IωLOT, плюс комплексность сопряжённая. Общее выражение, конечно, должно быть вещественным для потенциала. Ну, а вот здесь появился параметр ε со звездой, и это есть просто разность обратных высокочастотных и низкочастотных диэлектрических проницаемостей. Мы помним, что отличие ε-бесконечности и ε0 как раз и связано с наличием оптических фанонов, связано с тем, что оптические фаноны приводят к поляризации среды. Значит, чем сильнее у вас фаноны поляризуют среду, ваш кристалл, тем больше отличие ε-бесконечности и ε0, тем больше единицы на ε со звездочкой. Вот этот вот параметр, который здесь написан, иногда его называют константой Фрёлиха, константой взаимодействия Фрёлиха. Е со звездочкой и приведённая плотность массы, они все свелись к продольно-поперечному расщеплению фанонов и вот к разности таких обратных диэлектрических проницаемостей. Здесь взаимодействие, оно пропорционально единицы на куб. Если у вас есть взаимодействие с оптическими фанонами, то оно ещё сильнее, чем пьезо-взаимодействие с акустическими фанонами. Тонкость, конечно, состоит в том, что с акустикой, с акустическими фанонами взаимодействие есть более-менее всегда, а с оптическими фанонами оно может быть подавлено по таким чисто кинематическим соображениям. У фанона какая-то заметная энергия, ну мы знаем, например, порядка 30 миллэлектрон-вольт в характерных полупроводниках, а иногда и больше, иногда и сотни миллэлектрон-вольт. Поэтому для того, чтобы у вас были какие-то оптические фаноны, нужна высокая температура, так чтобы просто этих фанонов было не нулевое число. Ну а если вы хотите изучать процессы испускания оптических фанонов, это пожалуйста, это всё разрешено, но у вас энергия электрона должна быть достаточно большой, так чтобы он мог потерять вот этот квант и оказаться ещё в каком-то реальном состоянии. Поэтому может оказываться так, что как бы это взаимодействие есть, оно было бы сильным, но оно себя никак не проявляет при низких температурах. Ну и вот опять же я хочу подчеркнуть, что как только есть поляризация, как только возникают электрические поля, то взаимодействие эффективно усиливается, и это взаимодействие можно и нужно вычислять, решая электродинамическую, или точнее в данном случае электростатическую задачу, вот решая уравнение Максу. Можно обсуждать детали, опять же, как мы обсуждали экранировку кулоновского взаимодействия, можно, конечно, обсуждать, а экранируется ли, например, свободными носителями заряды это фрёлиховское взаимодействие, ну и ответ, мне кажется, тут понятен, значит, электрические поля, всё нужно делать честно, ну и это не единственный механизм взаимодействия с оптическими фанонами, есть среды, в которых смещение под решёток не приводит к поляризации среды, в которой вот этот эффективный заряд как бы равен нулю, и это обычно есть свойство симметрии, то есть просто фанонные моды преобразуются по другим представлениям, они не приводят, как бы их координаты на самом деле не являются компонентами вектора, ну и тогда есть другие механизмы, есть то, что называется, например, деформационное взаимодействие с оптическими фанонами, ну как бы аналог деформации решётки, ну когда, значит, у вас изменение энергии электрона будет пропорционально соответствующим производным от смещения. Мы закончили с механизмами взаимодействия электронов с фанонами, значит, мы обсудили самый простой механизм для взаимодействия электронов с акустическими фанонами, это механизм деформационного потенциала, решётка деформируется, меняется энергией электрон, мы обсудили механизм, который присущ пьезоэлектрикам, когда при деформации решётки возникает поляризация среды, возникают как бы микроскопические или дальнодействующие электрические поля, И если такое взаимодействие с акустическими фанонами есть, оно сильнее при малых волновых векторах, чем взаимодействие по механизму деформационного потенциала. Ну и для оптических фанонов мы разобрали такой самый естественный механизм, фрёлиховский механизм, или, пожалуйста, поляризационное взаимодействие, когда две подрешётки, которые колеблятся соответствующим образом в противофазе, приводят к оптическому фанону. Но оптический фанон тоже приводит к возникновению поляризации в среде, и вот эту поляризацию мы учитываем в уравнениях Максвелла, и получаем взаимодействие, которое вот такое ещё более сингулярное, оно ведёт себя как единица на волновой вектор. Механизмы мы рассмотрели, потенциальную энергию электрона при наличии фанонов мы написали, а что будет дальше? Как нужно рассчитать темп электрон-фанонного взаимодействия? Вот про это мы и поговорим. Я могу написать в общем виде, как устроено изменение энергии электрона за счёт наличия фанонов. На потенциальную энергию электрона как функция координаты и времени. Я рассматриваю только какую-то одну фанонную моду, либо, например, продольный акустический фанон, либо продольный оптический фанон, либо поперечный акустический фанон. Просто я не хочу уже всё сразу, я не хочу писать ещё суммирование по фанонным модам. Сумма по Q. Оператор уничтожения фанона в данной моде. Е в степени и QR минус и омега от QT. И умножить на какой-то параметр, на G, который зависит от Q и зависит от механизма взаимодействия. Ну плюс сопряжённая, эрмитово-сопряжённая часть. B-крест Q, E в степени минус и QR плюс и омега Т. Омега зависит от Q и омега от QT. И на G сопряжённая от Q. Значит, по определению величина GQT называется параметр константа взаимодействия электрона с фаноном. Ну, она на самом деле, конечно, не константа, она зависит от волнового вектора, вообще говоря. Но иногда вот всё равно используют термин константа взаимодействия, как, не знаю, там, в теории поля. Значит, это выражение, оно содержит зависимость от координаты, оно содержит зависимость от времени, и оно содержит операторы фанонные в представлении вторичного квантования. Наша цель рассчитать темп перехода электрона из данного состояния в какое-то другое. Важно, что нужно провести усреднение по тем фанонам, которые есть. Мы будем всё время считать, что у нас кристалл, решётка находится в состоянии равновесия, и что просто функция распределения фанонов — это функция распределения планка с какой-то соответствующей температурой. Как правило, эта температура решётки и температура электронов, они либо одинаковы, либо близки, но могут быть и разные тонкости. Значит, я должен вычислить темп перехода электрона из одного состояния в другое, и этот темп перехода как бы я должен усреднить по распределению фанонов. Значит, соответственно, вот я что-то должен сделать с этими операторами. Ну вот видно, что в этом взаимодействии есть два вклада. Смотрите, этот вклад уменьшает количество фанонов на единицу. У меня летит электрон с волновым вектором К, есть фанон с волновым вектором К, они взаимодействуют, и фанон исчез, а электрон летит с волновым вектором К', ну, который, очевидно, равен К плюс К, ну, и с энергией новой, которая равна исходной энергии плюс энергия фанона. Это процесс поглощения фанона. Он описывается первым слагаемым в этой потенциальной энергии, в этом гамильтониане электрон-фанонного взаимодействия. Количество фанонов уменьшается на единицу. У вас было состояние кристалла, в котором было в данной моде, с данным волновым вектором, n фанонов, а стало n фанонов минус один. Если фанонов не было, то такой процесс запрещен, просто потому что не найти фанона. А вот другой процесс, в котором, наоборот, стоит оператор рождения фанона, поэтому количество фанонов в данной моде с данным волновым вектором будет увеличиваться. Летит электрон с волновым вектором К, и ничего не было, и вот опять. Родился фанон с волновым вектором К, и электрон полетел с волновым вектором К' куда-то в другую сторону. Это рождение фанона. При рождении фанона волновой вектор К разменялся на волновой вектор электрона в конечном состоянии и волновой вектор фанона. Ну и энергия электрона, соответственно, ЕК, ЕК' плюс H омега от Ку. Ну а при поглощении фанона, как мы уже говорили, значит, К' это есть К плюс Ку, электрон поглотил фанон, ну и, соответственно, энергия ЕК' ЕК плюс H омега от Ку. Значит, вот этот гамильтониан, электрон фанонного взаимодействия, описывает соответствующие процессы. Значит, в типичной ситуации, конечно, эти процессы как бы не коррелированы. Нужно просто рассчитать темп переходов при поглощении фанона и темп переходов при испускании фанона. И эти скорости перехода соответствующим образом сложить. Ну вот уже давайте мы конкретными расчетами займемся в следующий раз. Так-то ничего, конечно, сложного нету. Нужно вычислить матричный элемент, который будет содержать ЖКу и корень либо из НКу, либо из НКу плюс 1, в зависимости от того, какой у вас срабатывает. Ну и соответствующие там, дальше уже в золотом правиле, ферме 2П на h, квадраты модулей матричных элементов и всякие законы сохранения. Вот к анализу детальному, как получается темп электрон-фанонного взаимодействия и как устроена кинематика взаимодействия, вот как связаны как h' Ку и важна или не важна переданная энергия фанона. Вот про все про это мы поговорим в следующий раз. Ну а на сегодня, наверное, тогда все. Всего доброго, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok